Значит, мы сделали апдейт к следующей версии выпустивной сети. Функция лау немножко расширилась. То есть у нас теперь появилась, помимо главного... Главного возможности в сохранении снимков. Еще мы можем теперь размечать данные издания полученных снимков. Вот, опять, возьмем зерно-беливо. Отмечаем его при помощи инструмента. Карандаш. Его контуры. Это не обязательно делать супер точно. И дальше мы можем сохранить наше изображение, которое мы подгрузили. Откуда-то, например, с компьютера оно подгрузится в облако. Можем посмотреть, что у нас получилось. Получилось сохранить приблизительно. Обожди, что типа переименовывается в файл. И дальше мы можем сохранить нашу маркировку, которую мы разметили с помощью карандаша. Также проверяем, что у нас получилось. Следующий пункт меню, который у нас есть, это захват прямо с камеры. То есть, мы можем бот поворочить. Покажу и там, что поворочится. Нет, вот здесь. Да я знаю. Это лайф-видео. Разве фотки. Тыкаем, сохраняем. Также можем выбрать разметочку красный карандаш. Как виски сделать мышкой. Например, мы можем вводить только зерна, которые реально являются берилом. То, что нам определяет на рассе, что это берил. Мы ставим галочку, что это успешный прогноз. Мы нажимаем Save Source Image. То есть, мы сохраняем снимок, которым получились камеры. Можем посмотреть, сохранился ли он или нет. Вот он сохранился и так выглядит. И дальше мы сохраняем наши разметочные данные, которые мы выделили карандашом. И также можем посмотреть, что получилось. Дальше сравниваем два файла. Мы видим, что один файл это наша водка зерен. Другой файл это, собственно, первичный снимок. На этом все. До свидания. Чтобы продолжить, мы нажимаем кнопку Clean Everything. Ну и можем, например, поменять наш берилл на что-нибудь более интересное. Например, золото. Ой, там осталось. Григорий, помоги мне, пожалуйста. В нашей генеральной коллекции. Да, много уже. И полно 43 вида, да? Слушай, да, уже даже больше полно 44. Золото у нас будет без хроматия. Но чуть больше контрастно все-таки. Нет, давай на хроматии тоже, чтобы идти на обратно. У нас же силы. Но боишься потерять это. Нет, это тоже. Крупная золотишка. Смотри, да? Оп. Смотри на экран. Красота какая. Ага, вот. Отлично. Сейчас, подожди, дай он определить. Может, сменится, пожалуйста. Метовка определяет. Это не мешает нам проводить обводочку. Зерно 1 и зерно 2. Так. Что-то она долго думает, да? Да. Интересно, почему? Нет, все-таки определилось, что это флюорид. Но это не флюорид, это, конечно же, золотишко. И мы, соответственно, подправим этот нюанс. Голд. Теперь нажимаем «Сохранить исходную картинку». Ждем, пока прогрузится. Нажимаем «Сохранить маркировку». Маркировка сохраняется гораздо быстрее. А вот тут видно наше отражение. Все готово. Теперь можем попробовать зайти на Google Диск, куда у нас настроен парс всех этих файлов. И там должны прогрузиться все файлы, что мы только что у нас создавали. Да, но немного задержки, конечно, идут. Ну вот, например, первый снимок. Его разметка. Еще ждем золотишко, когда у нас добавится. Редактор субтитров А.Семкин